Каждый год, как в том фильме, каждый год, 1 декабря, мы с коллегами открываем ШМЖ. Сегодня случилось то же самое. Вы видите, какая аудитория, хоть час начиная лекцию, мечта любого преподавателя, полный зал и даже больше. А зал был полон будущими участниками школы молодого журналиста. Будущих Акул Пиразии ждет 5,5 месяцев напряженной и увлекательной работы не только с преподавателями высшей школы, но и в настоящих редакциях республики. Перед запуском нового учебного года в школе выступили уже бывалые журналисты, выпускники прошлых лет. Вначале я действительно задумывалась о том, нужно ли мне это или нет, интересно ли мне эта профессия или нет. Было очень сложно, но я поняла, что меня это завлекает, что мне это нравится, что я действительно хочу работать. И сразу же на первом курсе мне предложили работу. И я вообще была безумно рада, сразу окунулась в работу, в учебу, в студенческую жизнь. Участникам школы журналистики могут стать не только абитуриенты, но и ученики старших и средних классов, а также магистранты и студенты, которые хотят попробовать себя в журналистике. Стоит отметить, что количество желающих пройти школу молодого журналиста с каждым годом увеличивается. Нам не безразлично, кто придет завтра в качестве студентов в высшую школу журналистики, опять же, учитывая два фактора. Первый – это возрастающую роль и возрастающие требования к медиапространству и к тем, кто на нем присутствует, работает и так или иначе определяет там погоду, что называется. А второе – это прием будет в год 55-летия журналистского образования в Казанском университете. И в КФУ 2017 объявлен годом журналистского образования. Кстати, совсем скоро в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации откроется и школа телевидения. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Анастасия Иванова, Роман Самарин Анастасия Иванова Продолжение следует...